В Казахстане со следующего года собираются внедрить систему подушевого финансирования в центрах по обслуживанию престарелых и людей с особыми потребностями. Вслед за детскими садами, школами и поликлиниками очередь дойдет и до медико-социальных учреждений. Для этого уже внедряют платформу «Социум». Какие возможности дает это цифровое решение, рассказали сегодня заместители у премьер-министра Тамары Дусеновой в Усть-Каменогорске. Она познакомилась с работой социальных объектов региона. Восточно-Казахстанцы января стала одним из пилотных регионов, где опробовали новую платформу «Социум». Информационная система собрала воедино данные обо всех получателях соцуслуг. Для центра поселка Солнечное, где проживают одинокие пожилые и люди с особыми потребностями, это возможность видеть все процессы в онлайн-режиме. Легче стало? Да. Тамаре Дусеновой показали и рассказали, как работает платформа. В будущем она позволит четко отслеживать, на что идут деньги при подушевом финансировании. Уже сейчас все сотрудники центра вносят туда каждый этап своей ежедневной работы. Мы сейчас планируем, если все нормально будет, выставить эту платформу сюда, чтобы родственники наших получать услуг, видели, как его состояние у него здоровья, что он получает, чем питается, какие услуги ему оказываются. То есть, если деньги идут за клиентом, то и рассчитывать он может на лучшее обслуживание. Это залог здоровой конкуренции между центрами, поэтому в них уже сейчас стараются создать все условия для пациентов. Вниманием не обделены не только одинокие пожилые, но и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родители. Бывший детский дом «Эмэд» считается одним из лучших в стране. Сейчас он переименован в Центр поддержки детей. Здесь сегодня проживает 160 воспитанников. В нашем центре не группы, а квартиры, и не коридоры, а улицы. И каждая при этом носит имя известных поэтов, писателей, общественных деятелей Казахстана. Вице-премьера отметила, что так воспитывается патриотизм. Ей в Центре показали, в каких условиях живут дети, чем они занимаются и как их готовят к самостоятельной жизни. К примеру, ребят постарше обязательно учат готовить. Стараемся, чтобы все поддержались, потому что самостоятельная жизнь все поддерживается. Но и после выпуска дети не остаются один на один с внешним миром. Любой ребенок, который от нас уходит, мы его сопровождаем почти до семи лет. Вот у нас двое поступили в Астану. За такой период мы уже раз в пять-шесть съездили. Встречались с преподавателями. Мы спрашиваем, в первую очередь, как учеба, чем мы занимаемся. Всего в области в четырех детских домах сейчас находятся около 350 детей. По поручению главы государства делается все возможное, чтобы обустроить их в семьи. Но и в центрах поддержки для них создают все условия. Тамара Дюсенова заверила, что и после выпуска их обеспечат необходимыми льготами, чтобы облегчить им старт во взрослую жизнь. Анна Лисенберзина, Жгеря Бабаканов, Усть-Каменогорск, 24 КИЗ.